Улицы почти восстановлены, а во все дома подаются газ, вода и электричество, докладывают главе города представители коммунальных служб. Но многим людям пока просто некуда возвращаться. Эту проблему власти обещают решить за три дня. Однако, как выяснилось, есть среди пострадавших и те, чьи дома уже вполне пригодны для проживания. Но они не хотят возвращаться домой и продолжают жить в отеле за счет городской казны. «Разберемся со всеми причинами, почему не выезжают. Если причины будут уважительные, будем предлагать размещение на других объектах. Это первое. Второе. Мы все-таки приняли решение продолжить в режиме ЧАЭС очистку наших рек». Посетителей в штабах по оказанию помощи стало меньше, поэтому на заседании было принято решение перенести их в районные администрации. Но принимать они будут до последнего обращения, чтобы, по словам главы города, каждый, даже не зарегистрированный житель города, смог оформить все необходимые документы и получить компенсацию. Сейчас, по данным администрации курорта, уже обработано более 4,5 тысяч обращений граждан. И 3 тысячи уже включены в список получения единовременной выплаты. Порядка 1900 граждан получили денежные средства на свои счета, которые они открыли в установленном порядке. Эта работа продолжается. За сегодняшний день будут отработаны в списке порядка еще 600 граждан. И у нас в процедуру признания юридического факта зашло больше полутора тысяч граждан. Всем, кому отказано во включении список из-за отсутствия регистрации, нужно получить справки от участкового и домового комитета о проживании на момент ЧАЭС в домовладении пострадавшим от паводка. И уже с этими документами можно обращаться в суд. Решение судов уже получили 200 человек. Они включены в списки материальной помощи. После заседания комиссии по ЧАЭС Краснодарского края глава города отправился в поселок Мирный. Главный итог встречи – решение о том, что принимать работу по улучшению системы ливневой канализации будет специальная комиссия, сформированная из самих жителей поселка. Галина Захарова, телекомпания ФКТ